Но в этом наступило время, когда надо менять вашего четырехколесного железного коня на двухколесного. Если, конечно, у вас есть права категории А, если же нет, то, в принципе, можно купить себе маленького двухколесного железного конюшка. Ездить на нем и реально экономить денег. Но мы сегодня не про это, мы сегодня про то, где грамотно покупать новую мототехнику. Конечно, вы можете выбрать и БУ, но все-таки новая это вкуснее. Тем более техника модельного ряда года 2010. Но если так пойдет дальше, то будущее за мотоциклами. В нормально развивающихся странах, кстати, они и есть доминантный вид транспорта. Жрут топливо в разы меньше авто, количество перемещаемых граждан в пересчете на квадратный метр площади больше. Для России вообще, и для Магнитогорска в частности, мотоциклы однозначно решат проблему пробок в два счета. Да и ездить в булочную на мотоцикле дешевле. Теперь почему Ямаха? Ну, во-первых, потому что это единственный по-настоящему профессиональный дилер. Здесь есть реальный и полный ассортимент техники и для отдыха, и для рыбалки, и для катания, и даже в зимний период. Во-вторых, меры по защите отечественного производителя чудным образом не затронули мотоциклы. Если бы затронули, то можно было бы это считать верхом идиотизма. Потому как наше мото – это отставание на 100 лет. И, соответственно, весь завоз мотоциклов – это именно сезон 2010. Все новье и на любой вкус. Эндуро, туризм, чопперы, кастом, спорт, скутера. А сколько можно по времени перемещаться на мотоциклах? Например, на Южном Урале. Ну, с апреля по декабрь, и это легко. 9 месяцев, если с головой и на экипировке. Кстати, салон Ямаха устраивает розыгрыш вот такого дивного скутера. И для участия в нем надо просто приехать сюда, сфотографироваться и заполнить интернет-анкету. Ну, а появится ли в вашей жизни Ямаха – это вопрос только времени. Вот для того, чтобы получить этот маленький скутер, необходимо просто приехать сюда, на Московскую, 50. Получить здесь, в Венимании, под полочкой Ямаха. Затем прислать на сайт свою фотографию вместе с техникой Ямаха. Ну, и затем уже, вероятность выигрыша высока. Ну, конечно, не за выигрышем. Одним сюда надо приходить. Вообще, техника Ямаха мне понравилась еще с того момента, когда я в первый раз в 2001 году на скутере прокатился в Турции.